Что за проблема? Come on, play! Либо после следующего тура, либо после этого тура, который не застает. Вы настолько спокойны. Расскажите, какие эмоции внутри бурлят или не бурлят? Поделитесь. Не поделюсь. Почему? Потому что это мое. Это не для всех. Но это какое-то удовлетворение. Это вот что? Это безусловно перед каждым началом чего-либо ставят какие-то задачи, цели. Для достижения цели проделается работа. Что-то получается, что-то не получается, какие-то ошибки, неудачи по объективным причинам, не объективным причинам. Но все равно результат должен быть и желательно хороший. Тогда ты видишь плод твоей работы. А ведь цель, в первую очередь, дает возможность двигаться вперед, не останавливаться на месте. Добиваться новых результатов, новых вершин, ставить перед собой новую задачу. Человек ничего не может добиться, сидя или живя воспоминаниями. Скажите, сегодня, по сути, матч против Ворсклы. Вчера стало известно, что он, по сути, может быть чемпионским. За что больше всего переживала команда? За что боялись, может быть? Дело в том, что наши опасения, которые были перед матчем, в общем-то сказали ли это во втором тайме. Действия наших игроков. Вспоминая и анализируя прошлый сезон матча в Киеве, в Днепре, когда мы стали чемпионом, игра получилась явно не совсем чемпионская, если можно так выразиться. Мы были скованы в некоторых своих действиях, и мы вспоминали эту игру и говорили перед игрой об этом. В сегодняшнем матче, в первом тайме мы действовали достаточно агрессивно, жестко. Питались еще в зародыше пресечь любую конкурентацию соперника. Нам это получалось, нам это удавалось. Во втором тайме мы немного отошли от наших принципов, поэтому получился такой, ну, скажем так, не характерный для нас матч. Тайм, я больше сказал, второй тайм. Сколько смс, кстати, по трейдинам пришло, звонков? Не знаю, не все. Что происходило в раздевалке, мне больше интересно. Знаете, после первого чемпионства Ребро в прошлом году, да, я помню такую фотографию, очень смешную, когда Игоря Михайловича облели шампански. Чем облевали нынче в игре на классике? Тоже шампански, почему он признал, что до этого его так чем не облевали. Кто в этот раз облевал? Нет, игроки команды Динамо Киев. Сейчас подходить к следующему матчу, дерби, Эль Классико, как называют, легче, да, или нет, психологически, Динамо? Ну, в общем-то, с одной стороны, легче, потому что турнирного значения игра никакого уже иметь не будет. С другой стороны, игра между двумя непримиримыми соперниками в чемпионате Украины всегда интересна, всегда непредсказуема. С одной стороны, где набор, где желание хлещет. Может быть, в этой игре, скажем так, она будет чуть-чуть спокойнее, с учетом того, что многим игрокам, которые выступают за свои сборные, им нужно поберечь себя перед стартом Евро, который пойдет за Францией. Я как бы так анализирую и думаю об этом. То есть, вы считаете, что все-таки не будет того Эль Классика, которое все знают, да, там, принципиально? Эль Классика, Эль Классика, но, я думаю, страсти будет чуть-чуть так радостно не планировать. Как считаете, показали сегодня Динамо чемпионскую игру? Да, знаете, турнирная таблица, вы посмотрите. Чемпионская игра или же чемпионское место выделяется по ходу всего турнира. В сегодняшний день команда Динамо Киев пропустила, если не ошибаюсь, 7 мячей. Но это очень весомый показатель и находится он на втором месте по количеству забитов. За весь вот этот чемпионский год, я бы так сказала, вот что вспомнится? Какие-то несколько моментов, что вспоминаете самых ярких? Время хорошее, учитель и лекарь где-то стираются эмоции. А ведь именно эмоции, скажем так, главный критерий воспоминаний, наверное, бывают. Понятно, что первое, чемпионское время, помнится, и помнится, должно было ярким. Ну и главный для меня показатель, это результат моей работы. Анализируя, скажем так, все действия на протяжении всего сезона, я всегда отмечаю, что было хорошего во всем этом. Насколько сильно выросла моя игра или же, я говорю в частности про себя, это лишь конкретный вопрос. В этом случае мне всегда интересно, скажем так, пролистать, пролистать именно этот год для того, чтобы отследить положительные моменты, отрицательные моменты. Сегодняшнее участие мое в игре было под вопросом. Ну, видимо, я тоже не заметил, никто не обойдет его на это внимание. А точнее, вот так, еще с утра не знали, где ехали, у него небольшое повреждение. Передвигают было. Ну, то есть команда выиграла замечательно, хорошо. Два дня выходы, есть возможность отдохнуть, замечательно. Это, знаете, это решать будет тренингский штаб, в зависимости от многих факторов, я не знаю. Ну, как вы себя чувствуете? Я себя чувствую прекрасно. Два выходных, чем будете заниматься в это время, заслуженные? Сейчас я ничего не могу сказать. Хорошо, сейчас, здесь 15 минут придется. Я приеду домой, переоденусь. Как домой? Подождите, команда не будет? Ничего, празднуйте? Я еду сначала домой. А? Нет, а дальше посмотрим. Праздничная рыбачка и вперед. Может, в твоей голодке. Уболивальники особливо готовились для этого матча, особливо шоу. Как для вас было важливо в этом матче показать, что Динамо чемпионом станет уже в Киеве? Я хочу приветствовать наших уволюваний при этом, это очень приятно. И для нас, и для них почувствовать поддержку нам с их боку. И мы всегда готовы к диалогу. И я уверен в том, что для них тоже особливо было, что мы стали чемпионами у домашнего матча этого чемпионата. Еще раз приветствую, дякую. Будем дальше співпрацювать. Но хочу побажать, чтобы мы находили одну мову, разговаривали одними мовами, чули нас, потому что много людей, которые приходят на стадион, они немного незрозумимо ставятся к фаерам, к петарам, к вибухам, к ситуации, которая в Киеве есть. У кого-то может быть какие-то наступки. Поэтому нужно поважать всех, кто приходит к стадиону, поддерживать свою команду, поддерживать команду соперников. А нам додавать в майстерности, краще играть, показывать чемпионскую игру и даровать победу, радость и надею в динамическом будущем. У вас не так прекрасна майстерность. Куда вам еще? Особенно про вас. Если только я подумаю про то, что у меня уже майстерность есть, то мне нужно закончить. Ось, это и секрет, да? Каждый раз, починающий шлях подготовки к дочке гранату, я починаю с шестого христа. Завтра день рождения Олега Гусева. Будете его как-то поздравлять? Какие планы? Нет. Починаете сегодня в вечере? Правильный мир и так. Голос уже ему не подарили. Все. Дякую. В наступном году вы также планируете стать чемпионом с Динамо, или все-таки завершить свою чемпионскую карьеру? Чемпионом, если я стану, то только с Динамо. А будет, у меня еще будет с главным тренером и президентом. У меня контракт закончится в литку этого года. Но вы еще не подписаны. Сейчас очень много чуток, что Лучаско может покинуть Шахтар. А сколько тогда интереснее будет для Динамо дерби с Шахтарем с чемпионатом? Вы знаете, команда Шахтар – это не только Лучаско. Ну, просто он уже достаточно долго біля керами. Старя, и уже фактически Шахтар асоціюется с Динамо многим. Ну, когда придет, будет асоциироваться с другими, с другими, с тренерами, с гравцами. Ничего. Все меняется. Взагалі все меняется. Не можно как-то так конкретно ставить команду, цей гравець, тренер. Все изменится. Прозвучали таки слова, что, мовляв, Шахтар готовится до Лиги Европы и может выставить второй склад против Динамо. Насколько это будет образово для вашей команды? Оскільки я понимаю, что Динамо хочет подтвердить, что они чемпионы матча Шахтаря. Шахтар має дойти и ставить такий склад, который считает доречный на этот матч. А наше задание – выходить и играть с любым складом. А эти вопросы – это провокационные вопросы. Забудьте, вы журналісты. И вы не делайте этого. Дивитим ты себя в четвером матче в Шахтаре? В певной мере так. Как думаете, как профессионалы, шансы? Я… Складно сказать. Команда, в принципе, готова бороться и бороться за Кубок. Но последние игры, чемпионат, последняя игра на Кубок, бачу я какую-то черту, возможно, так, с боку кажется. Я считаю, что будет складно. В певной мере будет складно. Буду болювать за наших хлопців, чтобы с ними было все добре, чтобы они смогли бы готовиться, а потом до чемпионата Европы, чтобы ничего не сталося. То есть вы будете болювать за украинцев? В большую меру и так. То есть и за украинцев Шахтаря, и за украинцев Северии? Так. Александр, с чем связано своё родное святкувание, приветствие Рауля с победой? Его на землю клали и били ногами. Вы знаете, он очень удобный, от нас пытается взять всё возможное, и так до него ставление, он заслуживает на лучшие, на лучшие слова. Но он такой жесткий, и ему хочется иногда благодарить. Хлопцам благодарить таким образом. Сенсов не было ниже. Нет, всё нормально. Хорошо, с победой вашей. Спасибо.